МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы получился вот такой красивый коврик, нам понадобится старый свитер, футболка и, может быть, даже халат. О секретах ковроткачества смотрите сегодня в программе Дом Дружбы. Также сегодня в выпуске. Евреи отмечают Новый год деревьев. Кого спас? Армянский суп спас. Пока у нас за окнами зима хозяйничает всласть, в Израиле как раз заканчивается холода. Дожди уже напоили землю, и природа начинает просыпаться. Самое время сажать деревья. Наверное, поэтому все дети так любят праздник Тубишват. Морозным днем так здорово мечтать об израильском солнце и лакомиться экзотическими фруктами. Новый год деревьев, праздник Тубишват. Все должны попробовать сладкий бурякат. Один из самых светлых и жизнеутверждающих израильских праздников Тубишват, или Новый год деревьев, отмечается в 15-й день еврейского месяца Шват. Этот день напоминает, что где бы ни жили евреи, они связаны с землей Израиля. В празднике Тубишват главная мысль – это связь с землей Израиль. Когда мы едим плоды, мы благодарим Бога за это, тем самым ощущаем связь. Отмечая праздник обновления природы, детям рассказывают о вечных правилах. Нельзя ломать деревья, ведь они дают плоды людям. В иудаизме, как и в других верованиях, дерево – символ человеческой жизни. Ведь зеленые насаждения растут и любят солнце, как люди. Как у людей родятся дети, так и у фруктового дерева появляются плоды. У человека тоже есть корни. Это его связь с предками. Праздник действительно народный. Все, что связано с плодами, это прежде всего ассоциируется с плодами рук. То есть это праздник нашего труда, его деревья плодовые. То есть это не то, что выросло в лесу. Это то, что мы вырастили, посадили, полили, вложили труд. И мы хотим поделиться трудами своих рук, поделиться этими плодами друг с другом. Одна из традиций праздника – есть много орехов, сухофруктов и украшать праздничный стол всевозможными плодами, которыми славится земля Израиля. Вкусный праздник? Очень. Какие ты фрукты запомнила? Какие деревья отмечают свой праздник в этот день? Гранат, инжир, оливка, финик. На праздник Тубишват вся семья собирается вместе. Раньше больше мы рассказывали, а теперь больше она нам рассказывает. Она приходит домой, что-то нам рассказывает, что они сегодня выучили, что-то новое. Так как мы подкованы, понимаем, о чем речь, тем не менее, очень здорово. То есть мы видим, что ребенок в саду получает очень много полезной информации. Нет, с ребенком, соответственно, занимаюсь немножко эвритом дома, потому что я им свободно владею. Все, ребенок замечательный, много берет в садик. Как вы занимаетесь? Как это выглядят домашние уроки у вас? У нас нет урока, у нас свободная просто форма. Мы говорим ей какие-то слова, какие-то обозначают на эврите и на русском. Она замечает, как губку все впитывает и с удовольствием повторяет. На Тубишват принято сажать деревья. Посадка дерева, говорят евреи, приближает человека к Богу. Как Всевышний посадил райские кущи, так и люди должны возделывать сады. Говорят, что умение ткать заложено в генах у каждой женщины. Надо только вспомнить, разбудить память, и тогда закипит работа. Оживут педали, челнок, и каждая ниточка обретет особую силу. Собрать как разноцветные нити в один клубок разные судьбы, характеры и поколения удалось жительнице поселка Рассвет Любови Ворониной. Ее мечта – возродить на Волжской земле ткачество, вплести его в современные реалии. И открыть артель стало сбываться после победы авторского проекта «Косоплёточки играют в переплёточки» на всероссийском конкурсе. У Любови Николаевны появился ткацкий станок, а дом украсили разноцветные половики и покрывало. Особое, конечно, чувство, потому что это наш первый станок, который мы не купили, а который мы сотворили сами. Он был вымечтанный, он был желанный. И когда-то с этого начался проект, что я захотела, чтобы у меня был ручной работы станок. Так старинное ремесло, прежде входившее в женские обязанности, превратилось в занятие для души, стало радостью свободного времени. Сначала взрослые, а потом уже и дети подхватили давно забытые традиции. Потихонечку народ стал подтягиваться, не только сейчас уже мастер-классы, как мы даем, в разных селах, и люди приезжают к нам с Узюкова, с Пескалов, ну и, надеюсь, другие селы тоже к нам присоединятся. О своем любимом увлечении мастерицы рассказывают прямо, как говорится, не отходя от станка. Руки сами потянулись, да. Стало очень интересно, как справляться со мной, то есть откуда появляются вещи, если не покупать их в магазине. Стало очень интересно, и вот в итоге пришла вот к этому, оказался вот ответ. Полоски старой одежды на глазах превращаются в яркие дорожки, коврики и сумочки. Домотканные изделия хранят какое-то особое тепло, создают в доме уют и хорошее настроение, напоминают о любимых вещах, о памятных моментах жизни. Существовали вот ковры даже вот, назывались они ковер памяти или детский ковер. Вот ковер памяти, это вот, например, когда умирает близкий человек, вот в роду, из его вещи не выбрасывались. Из этих вещей делали ковер. И этот ковер куда-то вешался, или куда-то его клали. И он все время напоминал в роду о этом человеке, и он никогда не забывался. Елена, расскажите, чтобы вот мой диалог со станком состоялся, что для этого мне необходимо? Может быть, какие-то волшебные слова произнести? Да нет, ничего волшебного не надо, просто брать и ткать. Главное начать. Заправить станок, определиться, куда направить нить, и как прибивать ниточку утка бердом. Вот так вот его и прибиваем. Ну вот, фактически дорожка получилась. Оказалось, что зам можно научиться быстро, а вот до мастерства – километры ниток. Пробуют свои силы и мужчины. Сами собирают ткацкие станки. Ведь еще испокон веков повелось, что мужчины делали станы для ткачества. Была идея рубашки делать, а тут увидели, что люди ткут коврики, приехали сюда. Вот я решил своей жене подарок сделать, а дальше будет видно. На каком этапе сейчас? Вот заготовки. Практически готов станок. И хотя современным мастерам инструменты и облегчили жизнь, но воплотить такое не так-то просто. Нужно знать и любить ремесло, чтобы так тонко отразить все в дереве. Недаром же раньше везде в каждом доме были станки. То есть все и мастера никуда не делись, не перевелись на Руси мастера. Красота с практичностью привлекает и молодых дизайнеров. Все экологичное сегодня в моде, рассказывает Анастасия Мелехова. Есть сейчас в планах разработка коллекции пальто из вот такого полотна тканого. То есть это реально существующие вещи, это уже как бы пользуется спросом. В Италии очень многие дизайнеры, ну это для них распространено, использовать вторичное сырье. В планах у самой Любови Ворониной одеть в обновку сцену местного дома культуры. Мастерицы уже начали ткать занавес. И вполне возможно, что их следующее выступление состоится на обновленной площадке. Одним из самых популярных кисломолочных супов в армянской национальной кухне считается спас. История этого блюда такая же древняя, как и сам армянский народ. Существует некая легенда о том, что русские офицеры заблудились в горной местности. И попали в гости к одному из обычных жителей, деревенских жителей. И попросили ночлега. Ну, конечно же, армяне не могли не угостить. А когда решили, что надо что-то ужином накормить, дома не оказалось еды. Жена нашла мацун, который остался, зерна, которые были, и решила на этом сварить суп. Когда русские офицеры поели, они сказали, спасибо, брат, спасибо, ты нас спас от смерти. И после этого спасибо так и получилось. Спас. У Спаса десятки разновидностей. Во-первых, каждая хозяйка готовит его по-своему. А во-вторых, в каждой местности Армении любят свой Спас. Скажи, какой Спас тебе приготовить, и я скажу, где ты родился, шутят армяне. Кисломолочный суп на скорую руку займет не больше 20 минут. Самый главный ингредиент Спаса – это мацони, кисломолочный напиток. Но у нас его часто заменяет обычный кефир. На первом этапе яйцо, муку и соль нужно взбить до однородной массы и отправить ее на огонь. У нас плита сейчас стоит максимально. То есть мы сейчас должны довести до кипения. Сейчас мы добавляем немного, примерно 500-600 мл кефира. Мы будем использовать среднюю, в принципе, жирность кефира, а сметану мы взяли немного пожирнее. Добавляем 3 ложки сметаны. С этого момента Спасу особое внимание. Массу нужно постоянно помешивать, чтобы она не закипела, иначе пропадут вся польза и вкус. Если у вас осталось открытое молоко, либо кефир, либо сметана, любые молочные продукты, остались у вас с гарнира, та же самая перловка, остался у вас рис, не нужно это выкидывать, выбрасывать. Используйте это с умом. Вы можете приготовить вполне полноценный такой же армянский Спас, но используя свои ингредиенты. Отварная пшеница, рис, гречка – для Спаса хороша любая крупа, которая есть в доме, рассказывает шеф-повар. В наш Спас отправляется жемчужина среди круп «Перловка». Мы положили, добавили в наш суп крупу, и теперь все это дело снова помешиваем. Так как это у нас кисломолочный продукт, на основе молока, естественно, поэтому нужно очень часто помешивать, чтобы не было у нас как в комедии в какой-нибудь, а кажется у вас молоко убежало. Пока Спас томится на огне, необходимо нашинковать мелкими кубиками лук и обжарить его на оливковом масле до золотистого цвета. Сейчас мы добавляем наш лучок в суп. Для настоящего армянского Спаса нужна именно кинза. Зелень придаёт супу неповторимый вкус и аромат. О пользе Спаса, говорят армяне, можно рассуждать сколько угодно. Ведь любой его ингредиент несёт в себе одну лишь только пользу для организма. Согревает в холод, освежает в жару и прекрасно таляет голод в любое время года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова